Ну что, друзья, раньше учили наизусть из телевизора странные арабские названия Хмейми, Идлиб, Тартус. Теперь вся страна начнет пытаться выговаривать слова типа Беринго, Панги, Памбари. Это название городов Центрально-Африканской Республики Цар, в которой были убиты трое российских граждан. Цар, господа, Центрально-Африканская Республика. В прошлый раз я случайно оговорился и сказал ЮАР, потому что была свежая новость, толком не проверил, услышал и сразу же сделал ролик. Итак, это самая Цар новая задница, в которую Путин засунул российских солдат. Как это раньше он сделал Сирией, теперь выбрал новую точку Цар. Почему, я объясню в этом ролике. Что такое вообще эта Центрально-Африканская Республика и что нужно там, далекой Россиюшке. Не задавали ли вы себе, господа, подобного вопроса? Представьте себе, что 9 мая там построили взвод бессмертного полка. С большим вниманием выслушали по телевидению речь Путина. А МИД России сообщил, присутствовавшие на мероприятии имели возможность попробовать специально приготовленную солдатскую кашу. Звучала музыка, песни, стихи, посвященные военной тематике. Всем гостям посольства были традиционно вручены георгиевские леточки. Бессмертный полк в стране людоеда Бакасы. Это трэш, господа. Какого спрашивается хрена имеют погибшие во Второй мировой войне русские солдаты к этой бывшей французской колонии в Центральной Аплине? Ну а теперь информация, которую вы не услышите в российских источниках, а только в независимых иностранных. Русская служба BBC сообщает следующее. Трое человек Кирилл Родченко, Архан Джемаль и Александр Расторгует утром 29 июля прибыли в Центральную Африканскую Республику из Марокканской Касабла. Они въехали в страну по туристическим визам. Журналисты готовили проект «Российские наемники» совместно с Центром управления расследования «ЦУР» – один из медиапроектов С-главы нефтяной компании Михаила Ходорковского. Повторяю еще раз. Они снимали фильм «Российские наемники». И в этом фильме речь должна была пойти не только о ЧВК Вагнера, но и о других российских наемниках, в том числе и воюющих сейчас на Донбассе. Фильм предполагал несколько серий. Они обратились сами к Михаилу Ходорковскому за тем, чтобы он финансировал этот проект. Михаил Ходорковский, как открытый противник российской власти, естественно, взялся этот проект финансировать. То есть для тех, кто до сих пор повторяет мантру, что Михаил Ходорковский послал журналистов в Африку, можете смело отвечать, что это чушь полнейшая. Михаил Ходорковский точно такой же заинтересант, как и любой другой инвестор, который ради своих политических интересов финансирует любые проекты, направленные против существующего российского режима. Инициатива была, естественно, на этих троих людей. Они, как и любые фрилансеры или, например, папарацци, зная о какой-то инсайдерской информации, пытаются ее получить. Потому что любой репортаж, снятый на эту тему, затем можно продать любой телекомпании, в том числе и иностранной, и заработать на этом хорошие деньги. Они пытались попасть на базу Беринго, где и полагали располагаются российские наемники, тренирующие национальную армию Центрально-Африканской Республики. На базу журналисты попасть не смогли. От них потребовали разрешение Минобороны Центральной Африканской Республики. От этой идеи они отказались, решив отложить это на несколько дней, потому что аккредитацию могли им предоставить через пять дней. По словам главы этой группы Анастасии Горошковой, возле отеля в столице Цар, журналистов встретили двое полицейских, которые заявили, что те незаконно использовали съемочную аппаратуру. Они потребовали взятку в размере 100-120 долларов. Журналисты заплатили требуемую сумму. Речь не только о том, что у них была аппаратура на несколько тысяч, а в том, что если бы их взяли в плен, например, то получили бы от фонда Ходорковского гораздо больше денег. И вообще в этих местах именно так и делают. Там журналистов обычно направо и налево не убивают. Кстати, газеты Центрально-Африканской Республики, комментируя эту ситуацию, сказали четко, между русскими чего только не бывает. То есть даже они намекнули на то, что это чисто российские разборки. Журналисты приехали снимать о вагнеровцах, а вагнеровцы решили от них отделаться по-своему, чтобы не раздувать дальнейшего скандала. Доподлинно известно, что в 19 часов 30 июля в понедельник группа выехала из города Сибю. Рассказал представитель администрации Марселен Йо-Йо. В этот день съемочная группа должна была отправиться в населенный пункт Бамбари в 400 километрах от столицы страны Банги. Там они должны были встретиться с сотрудником ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике по имени Мартин. Этот человек должен был предоставить информацию о ситуации с российскими военными инструкторами, помочь со съемками золотых приисков Ндасима, а также обещал дать контакты чиновников, которые готовы были разговаривать на камеру, то есть под запись. Интересно то, что в середине июля издание Африка интеллигенции сообщило, что Россия договорилась с правительством ЦАР о разработке месторождения в Дасиме. В мае французский еженедельник Лобс писал, что в 2017 году в Центрально-Африканской Республике появились две связанные с Россией компании. Внимание! Горнодобывающая Лобель Инвест и охранная Сив Секьюрити Сервис. Тогда же это издание предположило, что обе компании связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожек. Им давным-давно были организованы там структуры, которые выполняли многомиллиардные контракты Минобороны России на уборку казарм, вывоз отходов, строительство, поставку топлива, питание для солдат. Ну а дальше известная информация. По дороге в 23 километрах от города Сибю были найдены тела трех россиян, которые при себе имели пресс-карты. Агентство Reuters процитировало мэра Сибю, который в свою очередь пересказал слова выжившего водителя съемочной группы. Водитель утверждал, что на машину, в которой они ехали, напали из засады. По его словам, журналисты погибли на месте. Как ему удалось выжить, он не объясняет. Итак, вот это самая главная информация, которая не озвучивается в российских СМИ. Почему поехали туда три россиянина? Потому что они узнали из французских источников о том, что в конце июля там появились две российские компании. Первая, горнодобывающая, которая занялась добычей алмазов. Это именно то, что притягивает всех в цар. Второе, вот это СИВ Секюрити Сервис и есть знаменитая ЧВК Вагнера. Под другим названием, сейчас в другой точке. Добыча алмазов и все остальное – дело незаконное. Пригожин занимается этими делами помимо того, что использует там деньги Минобороны. Естественно, вот эту всю информацию не хотелось бы, чтобы узнали все остальные. Как эти трое на нее попали – непонятно. Но это абсолютно очевидно, что убрать их было необходимо. Просто эти идиоты не поняли до конца, что даже факт смерти этих троих человек подтвердит эту информацию, о которой в конце июля французские журналисты только лишь предполагали. Все гораздо серьезнее, чем просто нахождение каких-то вагнеровцев в какой-то африканской республике. Естественно, на вопрос, кому это нужно, ответ найден именно той группе, которая хотела оставаться там незамеченной. Ну вот, а теперь информация и о Пригожине, и о его двух компаниях, и о добыче алмазов становится известной всем, и об этом пишут в иностранной прессе. В России же по-прежнему тупо обусоливают вопрос, должны ли были журналисты рисковать, виноват ли Михаил Ходорковский, оплатит ли он похороны – вся та несущественная информация, которая напрямую к делу не относится.